Всем привет! И сегодня у нас пятый урок по верстке в HTML. Сегодня мы немножечко отойдем от нашего проекта и займемся CSS-переменами. Разберемся, что это такое и как ими пользоваться. Создаем базовую разметку в HTML, даем нашему документу название, сразу создаем файл CSS. Заходим в нашу папочку, создаем файл CSS и начинаем верстать. Для этого используем тегмейн h1 tagtime. Верстку мы сделаем простую. И теперь делаем данный текст красиво. Shift-Alt-F. Сделаем еще один заголовок. И даем ему тоже логом. На примерно 15 символов. Он достаточно красивый, его нет необходимости использовать, в нем нет необходимости использовать предтех. Теперь подключаем нашу стилизацию и заходим в нее. Дальше, для работы CSS-переменами нам нужно создать еще один файл. Для этого импортировать его. Для этого импортируется с помощью такого образа. Import URL. И в скобочках пишется значение. Файл. Путь. Путь к нему. Давайте это и сделаем. Импортируем. Но для этого нам необходимо создать наш файл var.css var это variable. Variable это переменная. Добавляем нашу папочку со стилями, так как когда этих стилей много, необходимо, чтобы была папка. И теперь импортируем наш файл. Import URL. Выходим из файла index.html, из CSS и входим в переменные variable. Создаем их. Root. Для того, чтобы создать переменную, мы используем root. И тут мы пишем, как будет называться наша переменная. Нашу переменную необходимо называть вот так вот. Название минус название 2. И свойства. Так и сделаем. Минус минус main минус bgk. Background color. Background color. И дадим ему цвет, например, red. И применим наши стилизации. Для этого мы создаем еще один файл. То есть main css. Для этого мы в css еще раз импортируем. В импортах. Main. И в нем верстаем. В нем начинаем стилизировать. Мы обратимся не к классу, а к селектору. И к нему мы как раз и обращаемся. Дальше. Мы даем ему цвет. bgk. Background color. Var. CSS переменная. Это var. Variable. Минус минус main, минус background, минус color. И давайте посмотрим на наш сайт. Пока что еще ничего не поменялось. Для того, чтобы наши изменения показались, мы еще раз переподключили стилизацию. И вот все покрасилось в красный цвет. Как нам и нужно было. Давайте изменим, например, на какой-нибудь другой цвет. Например, green. Теперь он зеленого цвета. Теперь давайте создадим ему семью. То есть font family. Шрифт. Main family. Санс сериф. И добавляем font family. Variable. Санс сериф. Минус минус. Main минус family. Проверим. И да, весь наш текст стал полностью семейства санс сериф. То есть все работает. Теперь мы можем попробовать дать тексту какой-нибудь размер. Больше размер. Минус минус. Font минус size. 14 пикселей. Давайте, например, дадим 30. И даем. Font size. Variable. Минус минус font. Минус family. Минус main. Дадим немножечко больше размера. 30. 50 пикселей, например. И наш текст немножечко увеличился. Вот так вот работают CSS переменные. Они нужны для того, чтобы стилизировать проще. То есть нам необходимо сделать фон зеленым не в одном месте, а в нескольких. Давайте мы скопируем наш этот текст. И добавим его еще раз. Сделаем одну секцию. И сделаем еще одну секцию. И еще немножечко тап. Чтобы можно было. И даем нашей... Закрываем наш текст. Открываем новый текст. И теперь закрываем нашу секцию. И весь наш текст стал полностью зеленым. Также мы можем убирать текст декорейшн во всех списках. Можем убирать во всех нумерованных, маркированных списках точки и цифры. Можем менять цвет на номерах телефона, действия и так далее. Все это можно сделать благодаря CSS переменным. Для этого больше не понадобится брать и прописывать все свойства. Это поможет, если вы будете верстать заказчику. Он скажет, что дизайн может измениться. И вам придется все, весь цвет полностью менять в каждом теге. А так нужно будет просто поменять в CSS переменной значение. Например, на yellow. И фон уже изменен. Вот так работают CSS переменные. На следующем уроке мы возвращаемся к работе над нашим проектом. С сайтом о котах. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не забыть. Отправляем наш сайт на гитхаб. С сайтом о котах. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Всем спасибо за просмотр! Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новое видео по верстке в HTML и стилизации в CSS. И всем пока! До новых встреч! Продолжение следует...